Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2003 года выпуска. 2.4 бензин, полный привод. На этом автомобиле у нас пробило прокладку под головкой цилиндров. Пытались, исключали, смотрели. Вроде и шарик цепляли на клапан. Не на клапан, а на шланг, который идет у нас на расширительный бачок. На холостых нет. Но как только человек выскакивает на трассу, или как встает только в пробку, вот это дергание туда-сюда выбрасывало. Антифриз нашли, там подтек на газовое оборудование, делали отводы, исключили его. Радиаторы продули, термостат заменили, пробку поменяли. Пошли, как говорится, малой кровью. Но тем не менее, опять же, выскочил на дальнее расстояние, там 200 километров. На пробеге при скорости где-то 120-130 километров в час. Опять выбросил антифриз, выбросил через расширительный бачок. Мы там уже сделали, сейчас покажу. Вот такую мы здесь конструкцию сколхозили, чтобы уже бросало не на двигатель. Бутылку с перепускного, патрубка с расширительного бачка мы сделали. Все, поднимается и выкидывает. Но вначале пузырей было не видно. Сейчас уже видно и пузыри. Все уже, чем дальше, тем больше и больше. Но это уже однозначно говорит, что прокладка пробита. Будем надеяться, что это только прокладка. На этих двигателях такое, к сожалению, случается со временем. Пробег у автомобиля 243 тысячи. Где-то немножко, чуть-чуть подогрел и все, ее дунуло. Прокладку мы заказали. Фирмы Рейнс, Виктор Рейнс. Сейчас разбираем, поднимаем, снимаем головку. Для этого мы сначала сливаем антифриз и сливаем масло. Так как нам поддон тоже надо будет снимать, чтобы снять переднюю крышку. Поднимаем. Снимаем переднее правое колесо. Так как нам надо будет снимать вон ту правую подушку, опору, чтобы снять переднюю крышку. Поднимаем. Снимаем вот эту переднюю накладку пластиковую. Здесь 8 болтов и саморезов, подголовку на 10, и 2 клипсы по бокам. Вот такие я их частично расслабил. Теперь откручиваем. Вот у нас здесь удобно. Сейчас мы одеваем шланг на кране и сливаем антифриз. Также мы ослабляем и снимаем приемную трубу, чтобы нам поддон снять. Одел шланг, открыл краник. Все, у нас антифриз сбегает. Дальше мы сливаем масло с поддона. Все, пробочку я на кранике закрыл антифриз. Пока у нас сливается масло, мы открутим вот здесь вот этот лючок пластиковый. Здесь два болта и внутри клипса. Снимаем. Похоже, клипсы там нет уже упрощенной. Так, ну, теперь мы откручиваем нашу приемную трубу. Нам ее надо немножко приопустить. Замачиваем два этих болта сверху. С двух сторон их откручиваем. Головка на 14. Залил болты ВДшкой. И сейчас мы... Вот, снял лючок. Он у нас закрывает окно, чтобы гидромуфту откручивать на маховике. Через него мы фиксируем маховик, чтобы он у нас не прокручивался. И откручиваем болт коленвала. Из-за этого берем. Вот и все. И так же затягивать будем. Так, ну, те болты, которые я замачивал, открутил, у нас приемная труба отошла. Так же вот с кронштейна с двух сторон снял тоже болты. Головка на 14. И теперь, когда мы сверху коллектор открутим от головки, мы сможем его вытащить, он нам мешать не будет. Можно было взять, отодвинуть, там, натянуть, но неудобно будет. Решил так открутить и снять, при том, что все открутилось нормально. Так, снимаем сейчас поддон. Вот этот. Здесь еще есть, помимо маленького поддона, есть полуподдон. Но полуподдон нам снимать не надо. Мы снимаем только вот этот маленький поддон по периметру. Болтики, головка на 10, откручиваем. Вот здесь сзади есть площадочка на полуподдоне. И вот на этой площадочке удобненько. Вот отверточку я потихонечку забил. При этом, когда забиваете, ее прижимаете кверху, чтобы не царапать полуподдон. И теперь можно уже вот так вот потянуть и снять. Вот у нас она отходит. Переставляем, чтобы камеру не за... марать. И снимаем. Так, вот я сейчас поддомкратил двигатель маленько. Остальные подушки я не ослаблял. Вот эта боковая подушка у нас сидит на трех гайках. Вот здесь три шпильки, здесь две крышки закрываются. Гайки на 17, я их открутил. И сверху гайка на 19. Также сверху я снял шпильку. Чтоб нам полностью не тянуть. Сейчас ее приподнялось достаточной. И нам хватает вот этого места, чтобы вывести. Подушку убрали. Теперь мы снимем вот этот кронштейн. И потом мы опускаем автомобиль, уже снимаем приводной ремень и снимем уже шкив и начинаем разбирать сверху. Так, опустили автомобиль, открутили верхнюю вот эту крышку декоративную, две гайки, снимаем ее, снимаем катушки, откручиваем четыре болта и снимаем вот эти разъемы с катушек. А не, ну вот фиксатор нажимается и снимается. После этого мы снимаем экран с выпускного коллектора. Здесь болты, гайки на 12. Уберем экран и сможем уже добраться до крепления коллектора к головке. Так, катушки вытащили. Разъединили вот здесь вот разъем датчика кислорода, чтобы экран снять. Открутили одну гайку, четыре болта. Теперь снимаем этот экран. А экран у нас не снимается, нам мешает вот этот кронштейн. Две гайки на 14, откручиваем этот кронштейн. Открутил кронштейн, теперь кожух у нас должен... Пойти, 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 пойти. Упирается в датчик кислорода, а здесь в шпильку. Берем Ешку-головочку и выкручиваем шпильку. Так, головочка здесь Е7. Все, вот он наш экран. Вот наш провод. И вот он наш коллектор. Откручиваем гайки. Раз, два, три, четыре, пять. Пять гаек. И вытаскиваем коллектор. Так, открутили коллектор, снимаем его. И вытаскиваем. Теперь мы снимаем вот эту подушку, гитарку. Здесь гайка, то есть болт на 14 и сзади тоже болт на 14. Уберем его и сможем уже вот здесь открутить кронштейн. Крутим. Сняли подушку. Сняли. По периметру открутили все болты и гайки, которые у нас клапанную крышку держат. Вот она зашевелилась. Подвигаем немножко проводку здесь и здесь. И поднимаем крышку. Теперь мы откручиваем вот этот кронштейн с этой стороны. Уберу, чтобы он не мозолил глаза. И снимаем приводной ремень. Открутили сверху два болта на 14, верхнюю часть сняли. Теперь вот здесь сбоку три болта тоже на 14. Откручиваем их и мы уже снимем вот эту часть подушки. Вернее, не подушки, а эту часть опоры. Я не знаю, зачем я ее откручиваю. А знаю, мне же переднюю крышку надо снять. О, голову ломаю. Открутил я эту часть кронштейна. Теперь снял ремень. Чтобы ремень снять, я здесь неудобно было, не стал показывать. Здесь, снизу, под ремнем, вот она, головка на 19. Сверху накидываем на нее накидной ключ и опускаем вниз. Вот таким образом. Вот так вот накинули. И вот сюда ее вперед на радиатор натягиваем. И снимаем ремень. Когда будем ставить, точно так же заводим ремень на паз. Натягиваем и отпускаем. Так, ну что мы здесь. Открутил провод от передней крышки. Разъем. Не провод, потому что и сзади. Корпус воздушного фильтра я снял полностью, чтобы не мешал. Здесь разъединил разъемы от датчиков. Так же массу открутил. Снял патрубок на головку, который у нас идет. И снимаем вот этот патрубок на печку у нас идет. Нижний патрубок, который идет на печку, мы его не снимаем. Он у нас мимо головки уходит на... К термостатура идет. Здесь есть разъем. Ну, не разъем, а отвод сзади. Шланчик мы тоже снимем, когда будем собирать его, не забыть поставить. В данный момент мы откручиваем шкив помпы. Здесь 4 болта на 12. Вот такие вот коротенькие болтики на 12. Шкив у нас частично закрывает переднюю крышку, поэтому нам его придется снять. Пока еще не знаю, надо будет снимать помпу. Если придется снять, то снимем. Потом мы откручиваем сам натяжитель, механизм, весь в сборе. Это я уже снизу покажу, как он там снимается. И будем откручивать коллектор впускной. Впускной коллектор мы открутим полностью в сборе. И оставим его на автомобиле. Так, болтики я открутил. Так, ну и штифт снимаем. Сейчас одной рукой неудобно, снимаем. Так, откручиваем. Здесь вот два болта на рамке открутил. Здесь газовое оборудование стоит, немножко мешается. Поэтому танцуем по факту. Под рампой проставки стоят, их тоже вытаскиваем. Так, коллектор открутим, они у нас сами отойдут, пока мы их не трогаем. Сверху две гаечки на коллекторе я отсюда открутил. Остальные смотрим, что можно отсюда подвезть, отсюда подлазим. И поднимаем автомобиль снизу, из-под автомобиля уже нижние болты на коллекторе открутим. Как я и говорил, коллектор постараемся не снимать с головки, а ставить его на машине. Ну, а если не получится, снимем вместе с головкой. Так, я открутил, получается, коллектор. Коллектор здесь большой, крепится он снизу на блоке. А сверху у него здесь раз, два, три. Три болта и две гайки. Помимо того, когда вот здесь две гайки откручиваем, также мы откручиваем и шпильки. Там головка Ешка, Е7. Обе шпильки я выкрутил, вот они они. Вот такие вот. И вот видно, что у нас коллектор все, отцеплен от головы. С коллектором, даже если бы мы захотели головку с коллектором вытащить, мы бы ее не вытащили. Это целая история. Надо снимать головку, а потом снимать коллектор. Сейчас мы снимаем натяжитель. Вот здесь на натяжителе я открутил гайку на 14, и вот здесь вот сверху параллельно гайке болт открутил. Ну, болт не вытаскивается, он вместе с кронштейном заводится. Сейчас снимаю со шпильки амортизатор и вытаскиваю натяжитель. Натяжитель нам не дает выйти. Немножко пришлось его под углом повернуть, и тогда болт смог выйти. Потому что подушка у нас снята с этой стороны, двигатель приопустился. Но если приподнять чуть-чуть двигатель, то он нормально выходит. Все, вот такого плана натяжитель. Теперь мы откручиваем по периметру все вот эти болты на 12, что у нас держит переднюю крышку. И будем снимать переднюю крышку. Так, ну что мы здесь видим? Нам пришлось снять насос гидроусилителя. Верхний болт, его даже вытаскивать не надо, в крышке прорези, видите? Нижний болт я вытащил, потому что он вот здесь вот под лонжероном проходит. А верхний болт у нас за лонжероном. Болты на 14. И я его отодвину. Все, вот он у нас. Сейчас нам надо будет выкрутить вот эту шпильку, потому что она будет мешать. Крышка упрется у нас. И выкручиваем. Вот я его ослабил. Болтик М6. Датчик коленвала. Снимаем его. Должен легко вообще сниматься. С завода не снимался ни разу. Все, датчик мы сняли. Потом резиночку вот эту почистим, смажем и на место поставим. Сейчас откручиваем остальные болты сверху и смотрим, сможем уже оторвать крышку. Так, ну что, я открутил сверху два болта, головка на 14 здесь и здесь. Также открутил кронштейн вот на проводку. С двух сторон у нас вот здесь гаечки М6 там и там. Сзади у нас тоже два болта на 14 под головку. Затянуто все очень сильно. Двигатель не разбирался здесь на заводском герметике все еще на резьбовом. Вот здесь вот болт открутили. Внизу под шкивом вот у нас закрывает помпа, там болтик на 12. И внизу, внизу мы сейчас шпильку выкручиваем и вроде бы все, вроде бы основное все. Мы попробуем уже подломить ее крышку. Шпилька, вот она, выкручивается. Головочка Е10. Так, открутили. Ну, основное, основное у нас все. Подрываем. Так, открутили здесь враспедвал. И здесь. Все, у нас крышка отошла. Так. 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 Все, крышка вверх поднимается. Чистим, моем. Так.